Здравствуйте! Пришло время русского мира. О событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Альбика Ильясова, в этом выпуске. Скорбь объединила всю страну. В день общенационального траура в Красногорске прошла памятная акция «Журавли». Десять лет в родной гавани в столице состоялись праздничные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с исторической родиной. Фонд «Русский мир» договорился о сотрудничестве с русским домом в республике Чад. А теперь подробнее об этих и других новостях. В адрес фонда «Русский мир» поступают многочисленные соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Мы благодарим наших партнеров, всех, кто сопереживает жертвам чудовищного теракта и выражает поддержку российскому народу в эти трагические минуты. В разных уголках мира звучат предложения о помощи. Теракт осудили на различных уровнях в государствах СНГ, Латинской Америки, Европы, Африки и во многих других регионах, включая дружественные и недружественные страны. Скорбь объединила всю страну. В день общенационального траура в Красногорске прошла памятная акция «Журавли». К ней присоединились города по всей России. У здания Крокус-Сити-Холл появились журавли из лампадок, а на стене организована их проекция – стая белых журавлей, стремящихся в небо. Теперь они полетели на электронных экранах в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Донецке, Луганске и в других городах нашей Родины. Все жители страны разделяют одну боль вместе с Красногорском, с теми, кто пострадал в результате ужасной бойни против беззащитных людей. Принять участие в акции может каждый. Нужно лишь сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или придумать собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. В этом году Россия и Крым отмечают значимую дату. Десять лет назад жители полуострова приняли решение о воссоединении с исторической Родиной. Это событие вновь подчеркивает силу русского мира и единство общества. В гости и жители столицы более 80 тысяч человек отпраздновали юбилей на Красной площади. Подробнее в следующем материале. В самом центре Москвы прошел тематический концерт под названием «Десять лет в родной гавани». Звезды отечественной эстрады Малина Гагарина, Григорий Лепс, группа Любе и другие исполнители подарили зрителям свои лучшие песни. Со знаменательным событием всех присутствующих поздравил Владимир Путин. Крым часто называют «непотопляемым авианосцем». Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым – это не только стратегически важная территория, это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. В рамках празднования юбилейной даты митинги-концерты прошли в разных городах страны. Торжественные мероприятия состоялись и на выставке «Россия» на ВДНХ. Также в рамках празднования была проведена акция благодарности «Русская весна. Десять лет вместе». Сейчас мы находимся на площади Нахимова. Рядом со мной люди, которые 23 февраля 2014 года вышли на площадь Нахимова, чтобы провести митинг народной воли, чтобы выбрать народного мэра города Алексея Михайловича Чалова и начать движение домой, в Россию. Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. Почти 97% жителей полуострова проголосовали «за». Произошедшие после этого события доказали правильность такого решения. А сам Крым за 10 лет расцвел и преобразился, приняв за это время более 60 миллионов туристов. Где началась Россия? Где был создан русский народ? Есть ли такое место во Вселенной? Вот мы сейчас находимся на нем. Это древний Херсонес. Десять лет назад этот великий полуостров, месторождение, святое месторождение, оно было в тяжелейшем забытии. К празднованию дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией присоединился и Музей Победы. На его фасаде зажглась 200-метровая световая инсталляция со словами «Крым, Россия, Севастополь». Масштабная надпись появилась под звуки государственного гимна. Одновременно с этим у мемориального комплекса на Поклонной горе несколько сотен волонтеров зажгли символичную надпись «10 лет». Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Накануне гостями фонда «Русский мир» стали представители культурного центра «Русский дом», расположенного в республике Чад. На встрече с исполнительным директором фонда Владимиром Кочным организации подписали соглашение о сотрудничестве. Его целью является помощь в изучении русского языка в Чаде, знакомство с Россией и ее культурой, а также расширение образовательных и научных контактов между гражданами обеих стран. «Русский дом» открылся в столице Чада-Нджамини в ноябре прошлого года по инициативе и наличные средства местной молодежи – выпускников российских вузов, вернувшихся на родину. Они проводят занятия по русскому языку для абитуриентов и помогают им поступить в российские университеты, а также знакомят чадцев с культурой нашей страны. Идея создания «Русского дома» состоялась давно, в 2018 году, когда мы изучали русский язык. И нам это получили изучить. И мы сказали, что Россия для нас очень многое сделала, продолжает делать. Когда мы возвращаемся в Чаде, создаем такой центр, где люди, то есть те, кто не в России, тоже изучали такой прекрасный язык и знали больше о России, о культуре России и о традиции России тоже. В ближайшее время фонд «Русский мир» откроет в культурном центре Нджамины кабинет русского мира, который будет обеспечен учебно-методической, научной и художественной литературой. Помимо этого его посетители смогут подключаться к российским библиотечным системам, видео и аудиоматериалам на русском языке, включая коллекцию советских и российских фильмов. И это позволит молодежи, которые в Чаде тянутся к России, более уверенно приезжать сюда, поступать в российские университеты. Потому что есть уже много выпускников российских и советских университетов, которые в Чаде пользуются достаточно высоким уровнем. Они профессионалы. Но вот наши партнеры, они тоже профессионалы. Мы очень рады. Они по-русски прекрасно говорят, кстати. По словам директора русского дома в Чаде Сафии Ахмат-Ибрахим, в их центре встречается несколько групп, изучающих русский язык. Во-первых, это молодые люди, которые хотят поехать учиться в Россию и иметь языковую базу. Во-вторых, те, кому русский язык нужен для работы. И в-третьих, те, кто просто интересуется русским языком. Вот недавно приехал наш президент и встретился с президентом Российской Федерации. Это ровно где-то два месяца назад. И добавили еще 300 студентов каждый год. То есть каждый год будут еще 400 студентов из Чада приехать учиться в России на степенью. Если говорить по количеству студентов в году из страны, я думаю, в Африке Чад первый, потому что 400 – это много. И люди хотят больше в Россию приехать, учиться. Я планирую писать книгу в будущем о том, как я жил и учился в России, с кем встретился, что сделал в России. Татьяна Орлова, Равид Гор. Специально для программы «Время русского мира». В Центральном доме литераторов состоялась торжественная церемония вручения национальных премий «Поэт года» и «Писатель года». Мероприятие приурочили ко Всемирному дню поэзии. В конкурсе приняли участие десятки тысяч авторов из всех регионов России. В номинациях «Дебют», «Лирика», «Фантастика», «Реальные истории», «Песни», «Юмор» и «Детская литература». Национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» учреждены Российским Союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу. История вручения национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» началась 12 лет назад. 21 марта 2012 года впервые здесь, в Центральном доме литераторов, была торжественная церемония. И сейчас это одни из крупнейших литературных премий в России по охвату участников. Конкурс на соискание премий проходил в течение прошлого года. Рассматривались произведения авторов, публикующих их на порталах «Стихиру» и «Прозору». Большое жюри, состоящее из 30 известных литераторов, изучило 87 томов «Альманахов» с произведениями конкурсантов и выбрало 270 финалистов, 170 поэтов и 100 прозаиков. О песнях, я всегда говорю, это неотъемлемая составляющая часть непрерывного литературного процесса. По песням изучают наш язык иностранцы, у наших граждан романтическая пора с песнями происходит, влюбляются, дети рождаются. Вот в былые годы все выдающиеся литераторы, то, что называется, большие уже поэты, уже классики прошлых поколений, они все прекрасно отметились в этом жанре – песенная поэзия. Лауреатами главных премий за 2023 год стали Дмитрий Воденников в номинации «Поэт года» и Захар Прилепин в номинации «Писатель года». Также в рамках церемонии состоялось вручение общественных наград Российского Союза писателей участникам СВО – поэтам Алексею Преснокову и Дмитрию Артису. В любой системе отбора есть свои положительные, есть свои отрицательные черты. Вот здесь вот мне импонирует такая максимальная демократичность. Я хочу, я участвую. В принципе, чем больше будет висущих, тем больше будет вот золотого песка, который мы сможем добыть. Лауреаты премии получили статуэтки в форме пера на постаменте из камней, символизирующих российский флаг, а также право на издание книги за счет Оргкомитета в издательстве Российского Союза писателей. В выборах президента России за рубежом приняли участие более 383 тысяч человек. Это беспрецедентные цифры, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Голосование было организовано в 144 странах. Самыми успешными по проценту набранных голосов для Владимира Путина стали участки в Армении, Туркменистане, Южной Осетии, Абхазии, Палестине, Таджикистане, Сирии, Ираке и КНДР. В Японии голосование проводилось на четырех участках – в посольстве в Токио, а также в генконсульствах – в Осаке, Ниегате и Саппора. Подробнее в материале нашего специального корреспондента Дианы Танака. 17 марта в Токио, в посольстве России, состоялись восьмые выборы президента Российской Федерации. Эти выборы были отмечены беспрецедентной рекордной явкой избирателей – россиян, живущих в Японии. Очередь в посольство растянулась на сотни метров. Несмотря на долгое ожидание, настроение в очереди царило приподнятое. Мне очень понравилось. Мы вместе стояли оппозиция, которая за Путина. Но мне понравилось. Мы все братья, сестры, все родные. Все было суперски. Чем мне стоять и не надоело. Главное – отдать свой голос за нужного кандидата. Правда? Да. Ветер, холодно. Молодцы. Вот они, настоящие россияне, которым небезразлична судьба их родина. Россияне тянулись к посольству России до позднего вечера. И даже в это время очередь не поредела. Люди прибывали, чтобы принять участие в выборах президента России и проголосовать за своего кандидата. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...